Девчонки, всем привет! Я в салоне, у меня сломался ноготь, я решила полностью все переделать. Как сломался? Я ела каштаны. Поэтому, если будете есть каштаны, то очень-очень аккуратно, не ногтями, не зубами, а ножичком. Я переделала ногти вот на такие, черные с белым прям. А приехала, хотела какую-то нежнятину, потому что я вся такая, вся такая розово-голубая, и думала, что будет что-то тоже такое похоже. Но нет. Я еще хочу похвастаться тем, что прошло два месяца после моего дня рождения, и я получаю подарок от Марины. Та-да! У меня вон сертификат в салон красоты Enjoy 1000 гривен. Так что я теперь буду чаще сюда приезжать. Вот. Поэтому очень-очень-очень-очень приятно. И еще купила маме крем. Она попросила, говорит, а мне нужен крем, который от пигментных пятен. И я здесь нашла. Называется он, да, спасибо. Вот он, Диандэ и он андэ. На секунду, спасибо. Вот. Крем для лица с белым чаем. Разглаживает, смягчает кожу, осветляет пигментные пятна, увлажняет кожу, оказывает антиоксидантный эффект, обеспечивает СПФ-защиту. Я надеюсь, что маме подойдет и понравится. Я, кстати, тоже попробую пару раз на себе, потому что у меня тоже есть пигментные пятна, и я их маскирую новыми средствами от L'Oreal и Maybelline. Все, у меня сзади видно в зеркале. Я в новых штанах. Тоже такая довольная, довольная. В общем, вся такая довольная. Сейчас еду первый день. У меня, если я не меньше буду болтать и быстрее как бы уеду, то смогу попасть на первое занятие сальсы. Я хочу танцевать. Я включилась показать вам макияж. Это, наверное, уже какая-то традиция такая. В каждом влоге показывать свой макияж. Он такой у меня получился слегка даже вечерний, так как сейчас вечер, и иду я на мероприятие. Ну, даже не мероприятие, а такая лекция. Стоит она 200 гривен, и я хочу послушать. Я вам попозже расскажу там. Там уже включусь, кое-что поснимаю и пропишу, кто будет вести эту лекцию. Тема 2030 год. Какие будут технологии, какие будут приоритеты, какое будет питание и так далее. То есть, что застанем мы, наши дети. В общем, мне интересно. Потому что я думаю о будущем своих детей, и как-то меня волнует этот вопрос. Конечно, заглянуть в будущее очень сложно, но мы не говорим о будущем каком-то там. Мы говорим о политике, мы говорим, например, о технологиях, о тех вещах, которые можно предугадать. Поэтому вот посмотрим, что нам расскажут. Я вам поснимаю, покажу. А сейчас хочу вам показать, с помощью какой палетки я выполнила макияж, тени. Я, в принципе, не буду оригинальной. У меня та же палетка. Вот, каждый раз. Она мне пока не надоела. И сейчас я, знаете, проходит тест. У меня вот каждый цвет, каждая ячейка. Потому что я стараюсь попробовать все для того, чтобы вам рассказать, показать. Но я вам так скажу, что она действительно стоит, чтобы ее приобрести. The Burgundy Bar. Вот, от Maybelline. Кто не смотрел мои предыдущие влоги, то вот обратите на нее внимание. Она очень прикольная. Тут есть как с шиммером, так и без. И у меня вот здесь светлое, это с шиммером. А там темное, без шиммера. Вот. И сейчас я что-то сделаю на голове. И румяна. Вот. Тоже. Это мастер браш. И я сейчас использую в основном вот этот вот яркий цвет на яблочке. Вот. Вот так, наверное, лучше, да? Также тональная основа у меня была. Да, вы, девочки, не поверите, но это уже второй раз, когда я использую вместо тональной основы. Санкт-Антиэйдж. Я наношу, в принципе, его сначала вот под глазки, а потом распределяю ниже-ниже, потом чуть-чуть сюда, и вот чуть-чуть сюда. И, в общем, получается, что оно у меня заменяет тональное средство. Не скажу, что это правильно, но я просто так, ну, я же говорю, тест у меня так проходит средство. И мне нравится результат. И еще. Я также нанесла на лицо, то есть закрепила не тональное средство, а вот этот вот консилер. То есть получается, что я точечно нанесла консилер и закрепила это все новой пудрой. Сейчас я вам пудру покажу. Минеральная пудра, это новинка, которую прислала Реаль, то есть на обзор. У меня, конечно, тут все в тональном средстве, все заляпанное. Я сейчас использую вот только пока прозрачную. До теста остальных оттенков я не дошла, но вот прозрачная уже классная. И сейчас мне девочки написали, кто-то из девчонок написал, спасибо вам, что сейчас в Еве идет акция. При покупке пудры от Реаль этой, то кисточка в подарок. Вот она очень удобная. Она специально под вот эту вот пудру. Так, я вам все рассказала, показала. Я убегаю, сейчас на голове чего-нибудь сотворю, что-то сделаю. Когда голова грязная, единственный способ это сделать хвост. И вот видите, сразу вытягиваются глаза. Вот так вот, да, видите? И когда делаешь хвост, они вот так вот, как у кошки, слегка вытягиваются. И у меня будет яркая помада. Скорее всего, что же от Maybelline. Это помада блеск, и она такого карамельного вкуса. Мне тоже очень нравится. Бордового. Она даже не бордовая, она больше такая фиолетовая. Она у нее такой цвет интересный. Бордов с фиолетовыми. Я номер тоже где-то там вам потом покажу, где-то вставлю. Убегаю и дальше включусь. Оставайтесь со мной. Еду забирать Доминику с дня рождения. Подъезжаю к кафе, и вот этот автобус. Где отмечается день рождения? Пати-бас. Там танцы, и все такое. Там симпатичненько. Нику не оставляю на поедание тортика, потому что потом некому будет ее забрать, а у меня мероприятие. Но я думаю, попа будет не такая большая, потому что Ника в последнее время очень переживает. Мама, что-то я поправляюсь. Я говорю, меньше ешь булок. Ну, то есть именно с добу. Я еду медленно за ними. Я уже знаю, какой будет у Доминики день рождения. Мы уже обсуждали с ней. И я думаю, что будет тоже очень интересно. Хотя вот эта вот идея с автобусом Пати-бас, это очень тоже прикольно. Открылась дверь у автобуса, смотрите. Вау. Это специальный для дискотек вот этот вот дым. Надеюсь, интимно вздохнулись. Так. Все, первый пошел. Сейчас Нику надо выловить. Все, выходит. Мы с Анжеликой уже на месте. Вот. Видите, в 2030 году будут взяли чек-то в этом. А потом вы сами отриваете свои власные результаты. Ага, потом сюда пройдет. Лекция идет, Галерий Скарьков, он вот так и выходил. Потому что на найцікавейшую часть нашей сущей зустречи я вас смотрю, послушаю, что он расскажет. И я вам расскажу, какие у вас заключения у меня после его лекции. Послухайте кого-то, я сейчас правду. Продолжая свой влог, я хочу рассказать вам впечатление о такой лекции. Я ожидала чуть-чуть большего. Даже не то, что большего. Мне, в принципе, понравилась та информация, которую он преподнес, но не понравилось, как. Было, знаете, что? Было, как, вы этого не знаете? Вы это должны знать. Ну, то есть люди пришли его послушать. Соответственно, хотелось, чтобы он рассказывал. А он хотел диалога. То есть он хотел вопрос-ответ, наверное, или... То есть он хотел обратной связи. Вот это мне не понравилось. Я в инста-стори вставляла картинки и вставляла кое-какие кусочки для того, чтобы по картинкам можно понять, о чём была речь. Мы сейчас на таком рубеже, когда мир меняется, это такой переломный момент, как в духовности на самом деле. То есть люди сейчас становятся очень духовными. Даже они не понимают этого, но, знаете, как они ищут информацию, жажда знаний. Ну, это как... Я просто по окружению даже сижу, вот по себе, по окружению. Я думаю, что вы, наверное, тоже замечали изменения в себе. Напишите в комментариях, так это или не так. Вот. Ну, то же самое этот рубеж у нас происходит и на земле. То есть не только в нашем государстве, во всём мире технологии шагают вперёд, и наше будущее, это, знаете, когда мы смотрим фильмы и думаем, ой, ну, это прям фантастика. Когда, помните фильм «Семь сестёр», где зеркало, глядя вот, вот я смотрю, например, да, и зеркало может сказать, сколько воды мне не хватает, что у меня там с кожей проблема и так далее, то в дальнейшем у нас и унитазы будут говорить, что в нашем организме где-то сбой по анализам в какой-то мере. И это не за горами. То есть наши дети, в принципе, уже будут в другом мире жить. Мы застали ещё детство на улице. Эта лекция дала пищу для размышлений, и я сейчас задумалась о многих вещах, и, в принципе, наше общество, то есть каждый гражданин, он должен не жить, типа, вот моя жизнь, и только я, и больше мне ничего не интересует. Мы должны всё-таки беспокоиться о природе, о нашей земле, и чем с каждым днём всё больше и больше. Я сталкиваюсь с любой информацией, и всё ведёт к тому, что мы ответственны за братьев наших меньших, то есть за природу в том числе. Может быть, слегка сумбурно получилось, и я вам не сказала всю эту информацию, естественно, которую получила вчера, но это я просто к тому, что если вдруг хотите, то такие лекции проходят, и их надо посещать. Сейчас я вернулась в пресс-конференцию, партнером которым являлась сеть заправок ОКО, и меня пригласили как маму-блогера. Вот, и вы знаете, там поднимали такие темы, в принципе, тема, естественно, это были дети, и почему, как маму-блогера, безопасность детей и молодёжи на дорогах. И тут поднимали темы и как для водителей, так у нас сегодня пресс-конференция присвячена запуску третьего этапа национальной программы «Трафик челлендж» и название третьего этапа «ДИЯТИ». С названием понятно, что мы хотим закликать всех и делать что-то, и тогда мы можем изменять этот вид. Мы выпустили вот такие книжечки, которые имеют название «Відповідальні батьки». Это методичный посебник для тренинга «Відповідальні батьки». Тут есть для всех журналистов, кому нужно, вы сможете в конце пресс-конференции подойти, взяться себе и, если вам будут певные цифры, певные приклады нужны, вы можете их использовать. И, кроме этих книжечок, которые мы будем расповсюдживать в мереже АЗК ОКО, это наш партнер в этом проекте, мы также будем проводить ещё тренинги. Я очень рада, что появились такие программы, которые касаются детей и вообще дорожно-транспортной безопасности. И это челлендж такой, трафик челлендж, вот, тут есть информация, и такую книжечку можно найти на любой заправке ОКО. Тут много разного интересного на самом деле, поэтому если будете заезжать на ОКО, или даже если вы не заправляетесь на ОКО, то просто заедьте, возьмите такую книжечку, и, я думаю, просто для себя можно прочесть, ну, или зайти на сайт посмотреть. Много есть чего полезного, также пристёгиваемся, ездим аккуратно, детей сажаем в автокресло, и что ещё хотела сказать, что можно пройти курсы по оказанию первой помощи. Я такие курсы никогда не проходила, то есть в школе когда-то, естественно, там нас учили, но я позабывала многое. сегодня был спикер, который говорит о том, что доставать, например, с автомобиля, если произошло какое-то транспортное происшествие, ребёнка или, например, взрослого только на шее с фиксатором. Ну, потому что так правильно. У нас этого не делают, и многие вещи у нас не делают, то есть у нас люди не осведомлены, то есть в принципе каждый гражданин, он в какой-то мере обязан пройти такие курсы просто для себя. все мы участники дорог, будь то мы водители или пешеходы, или просто пассажиры, это важно. И опять же, я, вы знаете, в основном никогда не пристёгиваюсь, понимаю, что делаю глупость, надо пристёгиваться, слава Богу, у меня вот есть автокресло, малого я пристёгиваю, то есть детей пристёгиваю, а себя нет, это плохо. И это как бы мне минус. Почему? Вы знаете, не показывайте, то есть не рассказывайте детям, а показывайте своим примером. Вот я детей пристёгиваю, а сама не пристёгиваюсь, мои дети видят это и в принципе учатся же у меня, поэтому это неправильно. Я в фейсбуке сделала пост, и там есть видео. Я оставлю ссылочку внизу под видео, можете посмотреть. Вы знаете, это видео обязательно посмотреть надо всем. Это важно. И мы своим детям изначально с детства рассказываем, как правильно надо вести себя на дороге, как переходить дорогу. Если ты на пешеходном переходе, это не означает, что ты в безопасности. разные бывают ситуации, бывает разное время года. Я как водитель могу сказать, что не всегда можно затормозить, если гололёд, например. Поэтому наших детей, своих детей надо учить правильно. Я неправильно, наверное, учила, потому что я так скажу. Я показывала разные мультики детворей. И вот Дёме, он хоть и маленький, там три года, я ему уже рассказываю, что машина – это опасность. Но когда ты показываешь мультики, где, например, переходит ребёночек дорогу, есть такой мультик, приходит ребёночек дорогу, и у ребёнка, у малыша спотыкается машинка, переворачивается и падает. Ребёнок воспринимает это как игру. Это неправильно. Мультики, наверное, полезные такие, но восприятие детей бывает разное, поэтому надо правильно рассказать. И, может быть, даже слегка жёстко. Вот в этом ролике, там мне понравилось за кадром, голос говорит о том, что вы объясните ребёнку, что если споткнётся машинка о вас, то она может переломать ножки. То есть чтобы ребёнок действительно боялся, чтобы он напугался, а не воспринимал это как игру. И это важно. Вот я Дёмку как бы учу, что повернуться направо, повернуться налево, посмотреть, есть ли там машинки, ну и тому подобное. Вот. Но на этом, знаете, как не заканчивается. То есть об этом надо всё время говорить, говорить и говорить. И разные ситуации рассказывать и показывать. И, может быть, это даже жёстко, но это, опять же, решать каждому родителю. Может быть, ребёнку постарше, да, такому как Доминика, показать какие-то такие ролики, ну, с, может сказать, с не очень хорошим финалом. Для того, чтобы ребёнок осознавал, не просто понимал, а осознавал всю ответственность за свою жизнь. В общем, я, наверное, утомила вас своей болтовнёй, тем более не очень, как бы, позитивной. Но меня так это всё тронуло, так это меня всё зацепило, что вот я как-то это рассвелосовствовала и, может быть, слегка сумбурно. Потому что, скажу честно, у меня уже два дня сильно болит голова. Вот прям мигрень. И никакие таблетки ничего не помогают. Вывод. Я не люблю ноябрь месяц и март не люблю. Это когда небо опускается, атмосферное давление просто дубасит и очень плохо. Тебя как зовут? Я не могу. Что ты не можешь? Ты не можешь сказать, как тебя зовут? Я Дёма. Ты Дёма. А фамилия у Дёмы какая? У Дёма. Какая? Я не могу. Чего? Я не могу. Так, ладно, ты не балуешься, а ты скажи, какая у тебя фамилия. Если ты потеряешься, то что ты будешь делать? А не потерять. Плакать. Плакать. Что ты будешь делать? Ой, большая рыба. Большая рыба, это большой карп, да? Мама была только что в магазине и купила четыре здоровых карпа. Мама начала плакать. А я не плакала. Такая, боже, я что-то всё помыла. Покажу. 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 Она не хочет, чтобы я её показывала. Вот. Сейчас. Вот. Купила Дёмке и где-где-где. Вот они. У нас очень много разных книг. Вы, в принципе, уже видели. Я купила ему ещё. Да. И Барни купила. Я уже всё. Ты уже показал. Молодец. Забирай. Разные такие книжечки. Четверостишья. Он очень любит стихи. То есть мы с ним учим. И тут есть правила безопасности. Потом есть Майдадыр. Вот. Нет, это не надо, Дёмушка. Дай мне книжечку. И есть, что растёт в огороде. Такие коротенькие четверостишья. Сейчас я вам прочту. Вот. Например. Вместе с Белочкой в четверг мы смотрели фейерверк. Звёзды падали, кружили. Близко мы не подходили. То есть чтобы детки не подходили близко. Это надо объяснять. Вот такие вот. Это издательство. Сейчас. Так плохо. Иллюстрация. Дизайн. Выдавництво. Айлес. ППФ Айлес. Я не знаю, что это за издательство. Но я это нашла. Нет, не надо. Сейчас мы будем ужинать. Так. Иди ко мне. Девочки тебя просят. Девочкам нужен мужчина. Да. Вот он маленький мужчина. Поговори. Да. Поговори. С нами. Это моя мама. Ты мама? Нет. Ты же Дёма. Ты же мой Геракл. Ты же мужчина. Какая же ты мама? Я Демид. Ты Демид. Да. Запорожский Демид. Запорожский. Да. По нерусски Геракл. Да. Он только что пакет я с этого, с магазина. Пакет. Он приносит всё. Я говорю, Ника, помоги Дёме и разобрать пакет. Не надо. Я сам. Я сильный Геракл. Да. Ты Машину Геракл? Да. Ну, иди с нами поговори. Иди поговори. Иди книжку нам почитай. Идём. Иди почитай. Такой. Ааа. На, иди почитай. Не могу. Давай, садись к маме. Иди сюда. Давай. Ой. Поточил ножи, а что-то они не такие острые как у нас. Как хотелось бы, да? Хотелось бы. Ему лайк. Вот это вот методы уграет. Вот это надо есть. А потом купаться надо. Да. Купаться надо, да? Ага. Так, что ещё? Не, ну так быстро не читают. Почитай маме получше. 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 Да, давай, читай маме. Утром ванок качал щенок с дивана. Этим утром очень рано соскочил щенок с дивана. Ну что он говорит, как он говорит. Хорошо. Щенок с дивана косил и поконит. Нет. Стал по комнате ходить. Давай. Стал по комнате ходить. По комнате ходить. Прыгать. Прыгать. Лаять. Лаять. Всех. Чех. Будить. Будить. Он увидел одеяло, укрываться нечем стало. Ой, вот он тянет. Это не щенок. Ну, похоже, да. Ей залез передняя лапа ели. Вылез и пропал. Пал. Ох, книжечка упала. Целый день его ждала. Целый день его ждала. И не садилась. И обедать не могла. Вдруг. Вдруг. Какой-то страшный зверь. Дверь. Открывай. Лапой. Дверь. Дверь. Прыгает через порог. Кто же это? Это мой сынок. Ура! Нашелся, да? Итак, доброе утро у меня. А у вас может быть любое время. Потому что вы смотрите влог в любое время. Я в ванной. Сейчас 7 утра. Я собираюсь на консультацию к нейрохирургу. Вот. Не буду сильно краситься. Но мне очень хочется попробовать новинку, которая у меня появилась. Это NYX. Нью-Йорк. Такая вот палеточка. Где есть. Тут просто я уже достала. Блеск для губ. Блеск помада. У меня в фиолетовом оттенке. Очень прикольно и ярко смотрится. Я потом накрашу вам покажу. А так в палетке вы видите, да? Румяна, хайлайтеры, тени. Сейчас я вам уже чуть-чуть тестила. Ковырнула. Хотела посмотреть. Сейчас буду красить впервые этой палеткой. И посмотрим, что получится. Хочу показать вам хайлайтер. Специально вот тут вот оставила. Показать, что он не сильно мелкий. Он даже такой крупноватый. На лицо ложится хорошо. И он с золотистым таким оттенком для тех, кто любит теплые тона. И сейчас у меня на глазках это вот этот вот оттенок и вот этот вот. Сейчас покажу результат, что получилось. Вот этот вот прикольный, знаете, чем? Он сам серый, но у него есть вот эти вот вкрапления. Такие золотистые. Очень классно смотрится. Я не знаю, сейчас камера передаст или нет. Я покажу на глазах. Но мне нравится. Я, конечно, еще не накрасила губы. Поэтому макияж не смотрится так полноценно, как хотелось бы. Потому что я еще буду завтракать. Вот. Вот результат. Я чуть-чуть теней вроде бы использовала, но чтобы не было похоже на вечерний, чтобы было похоже на дневной. Так как сегодня у меня день начался прямо с самого утра, то я макияж попыталась сделать дневным легким. Но при этом хотелось очень потестить тени. А тени в дневном макияже почти не использую. Если использую, то очень нюдовые. Вот. Ну, я не знаю, девочки, видно или нет. Так как я, ну, сейчас же не снимаю бьюти-видео. То есть я снимаю на отдельном канале, с отдельным светом, с отдельной постановкой. И сейчас так быстро в спартанских условиях пытаюсь вам показать, что в итоге получилось. Ну, не знаю, видно или нет. Напишите в комментариях. При монтаже я увижу, насколько видно тени. Но они прикольные. Вот. Это, опять же, показываю. Это Нью-Йорк. Есть разные. Вот. И здесь, что в наборе идет. Я уже вам показала. Все. И я поехала. Это не стекло грязное. Это туман. Представляете, какой туман на улице? Я сейчас нахожусь в Феофании. Вот. Тут, конечно, очень красиво. Но я не в парке. Я в больнице. И ничего не случилось. Я уже говорила. В порядке. Я на консультацию к нейрохирургу ездила. Вот. Чтобы мне прописали. Не то, что прописали. В общем, порекомендовали, что мне делать дальше. С моей головной болью. И вообще с моей ситуацией после гамма-ножа. Ну, мне там кое-что порекомендовали. Поэтому я знаю, что у многих девочек. Представьте, у многих. Я не просто так говорю. Которые мне пишут в личку. Что у многих похожая реальная ситуация. Поэтому, если вас что-то интересует, то пишите мне в личку. И поговорим на эту тему. Чтобы я эфир, можно сказать, не засыряла своей болтовнёй и своими болячками. Я уже еду домой. И почему включила камеру? Показать вам вот этот туман. Густой такой. Всё равно камера не передаёт. И не знаю. Я когда утром приехала. Машин не было. Людей не было. И было ощущение, что я где-то в сказке. Но именно в страшной. Как в фильме ужасов. Из-за тумана. Вот. Всё. Еду домой. И влог продолжу. Хотя, наверное, уже надо заканчивать. Я опять продолжаю свой влог. Я опять за рулём. Сейчас была в офисе. Новогодние всякие подарки. Надо уже покупать и близким, и родным. И, в общем, всем на свете. А в офисе ЛР всегда много всего интересного. Поэтому я сейчас заехала. И девочка у меня заказ сделала. Но вчера не было того, что ей надо. Поставка была. Но сейчас 1С не работает. Короче, какой-то... Не знаю. О, надо пристегнуться. Всё. Я закругляюсь. Я поехала. Я ещё хотела вам в этом влоге показать книги. Книги для Демида. Вот. Они очень-очень крутые. Там и для Ники есть. Но это я покажу в следующем влоге. И сейчас я еду на одно такое мероприятие. Это тоже увидите в следующем влоге. Поэтому оставайтесь со мной. Ну и...